Выпухлый четырехугольник расположен внутри другого, тоже выпухлого четырехугольника. Вот здесь вот представьте себе, x, y, z, t это один четырехугольник, а, b, c, d это один четырехугольник. Вопрос. Если мы складываем длины в диагонали x, z и y, t, обязательно ли эта сумма будет меньше, чем сумма длин а, c, b, t? Мы подсчитываем сумму длин диагоналей внутреннего и сумму длин диагоналей внешнего. Ну, смотрите, то, что меньше бывает, это все сложно. Мы просто могли взять этот четырехугольник, на нем малюсенький, что там вообще почти норм. А всегда или не всегда, может так быть, что сумма диагоналей внутреннего больше, чем сумма диагоналей внешнего. Или не может. Есть очень много интересных соображений, скажем, в сколько раз можно отличаться, а что будет, если взять не диагонали, а сумма где-то стороной диагонали. Это совершенно замечательный сюжет, но это нам на целый час хватило. А сейчас давайте просто ответим на вопрос. Всегда меньше или не всегда? Не всегда меньше. Можешь нарисовать картинку, когда не меньше? Когда внутреннего четырехугольника диагонали в сумме большие? Наверное, пока нет. Вот представьте себе, что внешний четырехугольник такой. И вот эти две точки расположены близко-близко друг к другу. А вот эти две точки что? Далеко. Далеко-далеко. То есть здесь вот у нас километр, а здесь вот у нас сантиметр. Замечательно. А теперь посмотрите, пожалуйста, вот на такой вот вписанный четырехугольник. Посмотрите внимательно, что такое диагонали у внешнего. Это вот этот отрезок и вот этот. Согласны? То есть это будет примерно километр. Вот это, ну там, километр, я сказал, здесь, сантиметр здесь. Один километр, один сантиметр. Отлично. Но эти две точки можно взять и близко-близко. И эти две точки близко-близко. Так что у этого каждая диагональ будет почти четыре километра. Так что у этого сумма диагоналей у внутреннего будет меньше, конечно, чем два километра. Но почти два километра. Итак, у этого два километра у внутреннего, а у внешнего всего лишь один километр. Все понятно?